Человек, человеку волк, или как оставаться настоящим мужиком. Ребята, сегодня мы продолжим эту избитую тему, как оставаться настоящим мужиком. Дело в том, что первый ролик вызвал довольно много эмоций. В принципе, нормальные и адепатные люди. Поняли все. Да, было несколько не совсем ясных моментов, несколько комментариев, ну и довольно много вопросов личку. И вот я решил поднять эту тему еще раз. Дело в том, что психологию нельзя делить на вот эту или вот эту тему. Но вы знаете, каждая тема есть с началом или окончанием следующей темы. То есть, в каждой теме можно проследить, откуда это начинается и чем это обычно заканчивается, так и здесь. Так, например, под видео, как справиться со стрессом и психологическим напряжением. Был такой комментарий от Вадима Ефременко. То есть, комментарии, я думаю, там можно почитать еще. Итак, комментарий. Здравствуйте, Александр Алексеевич! Во-первых, сейчас промотаю. Спасибо вам за ваши старания и ценную информацию. У меня два вопроса. Я русский, живу за границей. Сам по себе не конфликтный и не агрессивные люди здесь такие же. Следующий вопрос в следующем. Нужна ли мужскому организму встряска в виде экстремальных ситуаций или драк? Если да, то как часто? Чтобы так сказать, психика мужская была в тонусе. Я не имею в виду секцию спортивную какую-либо, потому что конфликт на улице отличается от тренировок в зале. Ни в коем случае не имею в виду, что нужно самому ходить и провоцировать других. Этот вопрос немного о другом. Вы согласны, что люди живут по принципу человек человеку волк, что выживает сильнейший, что идет борьба за ресурсы на глобальном уровне? Как правильней жить в таком мире? То есть, что мы видим? Ребята, это обыкновенная психологическая накрутка в глобальном масштабе. А знаете почему? Это модно! Это модно! В последнее время везде идет вот такая накрутка, будь мужиком! И все так называемые популярные блогеры копируют эту идею друг у друга. А вы помните наше старое видео о методах влияния на человека? Это оно и есть. И вместо того, чтобы просто жить нормально, как все люди, мы видим везде вот такие псевдопортреты настоящих мужиков. Вы помните наши ролики о методах воздействия на человека? Вот! Только в глобальном масштабе! И вы знаете, как ведутся на это? Вы знаете все эти методы и стереотипы! Нельзя того! Нельзя вот этого! Вот так нужно! Иначе как на зоне посмотрят! Ребята, вы где хотите жить? Вы вообще где живете? Вы на зону готовитесь? Но вы знаете, наблюдается такой парадокс! Вот кто живет вот с этими стереотипами, не так оделся, не так посмотрел, тот не живет вообще! Он из боязни следует стереотипам в одежде! Он из этой же боязни следует этим же стереотипам в разговоре, в поведении, да во всей жизни! И знаете какой результат? Он и остается таким же, не умеющим просто жить! Я общаюсь со многими людьми. Многие из вас знают, что у меня есть спортивный канал. Есть у меня на консультациях, кстати, бизнесмены, причем более чем хорошо обеспеченные. И знаете, наблюдается такая вещь. Все они просто живут. Им глубоко плевать на все вот эти стереотипы. И на все то, на что так часто рекомендуют обращать внимание. Думаю, вы видели супер популярных блогеров, которые тоже занимаются такими вот дешевыми трюками, сбивая с лохов деньги на просмотрах. Думаю, вы также встречали их, вот ножевые бои, вырывание печени, вырезание, выкалывание глаз, настоящее мужское поведение, настоящий мужской портрет, настоящий портрет настоящего мужика. Круто, да? А теперь скажите, вот вы, нормальные люди, вы общались бы с таким? Да, это может выглядеть страшно. А теперь вспомним комментарий. Вопрос в следующем. Нужна ли мужскому организму встряска в виде экстремальных ситуаций или драк? И вот толпы людей следуют этим стереотипам, становясь настоящими мужиками. И это тот мир, который нас заставляют строить вот такие стереотипы. Это тот мир, в котором вас пытаются заставить жить. Но вернемся к комментарию. Я ответил ему такое. Сейчас я зачитаю. Нужно ли идти в секцию? Это нужно решить самому. Я знаю многих достойных людей, которые вообще ни разу не дрались, и у них все в порядке во всех отношениях. Единоборство и экстрим это тоже своего рода призвание, как математика, музыка или другие увлечения или стороны жизни. Как тот же атлетизм, которым я занимаюсь более 40 лет. Но у меня есть знакомые музыканты, научные работники, да и просто обычные люди, которые никогда подобным не занимались. И тем не менее, это вполне достойные во всех отношениях люди. Ну а по другому вопросу это как бы и да, и нет. Можно жить в волчьей стае, грызться за кусок кости, страдая от голода, бешенства и других проблем, которые и присущи волчьей стае. А можно уйти от этого и просто жить как нормальный человек. Ты ведь тоже это сделал. Ты ушел от этого и живешь за границей, и по твоим словам, сам по себе не конфликтный и не агрессивный люди здесь такие же. То есть, ты нашел то, о чем я говорю. Да. Конечно, сказанное тобой выше имеет место. Но и в этом случае все можно решить. На то мы и люди. И только от нас зависит, где и в каком мире жить. Как вы знаете, был еще комментарий к видео, как научить сына постоять за себя. Сейчас я тут найду. Вот оно. Дмитрий Пышми. Это писал. Комментарий можно найти, я думаю. Вот он написал одному из других комментаторов. Я тоже не понимаю, как так может быть. Месяц назад была такая ситуация. Сдал сынишку 10 лет на водное поло. На секцию набирали парней 10-15 лет, и он оказался самым маленьким. Собственно, начали обижать и тому подобное. Пошел я с ним на тренировку. Все было нормально, пока после занятий не начали плевать в него на полотенце и волосы. Вернулись, он вызвал самого активного, и я ему популярно все объяснил. Без рук, конечно. Теперь его никто не трогает, а с обидчиком они даже подружились. Знаете, здесь я и соглашусь, и не соглашусь. Уже давно лучшие психологи, и не те, которых сейчас полно в интернете. Да вы знаете, сколько их там только откройте. Так вот, этих мы трогать не будем, так как несмотря на то, что они называют себя психологами и сыплют массой заумных терминов, психологами их назвать нельзя. Поэтому по словам психология я подразумеваю настоящих специалистов, понимающих жизнь и жизненные ситуации. Так вот, психологи уже давно сделали вывод, что дети более жестоки, чем взрослые. Вспомните свою школу, пацанячьи разборки, пацанячьи развлечения, да та же рогатка чего стоит, или пинок кошке, пока не выросли, или ребенку, когда уже подросли. А какая разница, кошка там, ребенок. Но разговор не об этом. Это все та же избитая тема о настоящих мужиках. Вернемся к комментарию. Моральные уроды? Да. Ну, не все так просто. Давайте посмотрим чуть глубже, копнем. Мы ведь об этом же и говорим. Постоянная накрутка, будь настоящим мужиком. И пацаны, вот эти пацаны повелись, они ведутся на это, и пытаются стать настоящими мужиками там, где могут. И вот этот папа, вот этого мальчика, которого обижали, вот именно он настоящий мужчина, нормальный мужик, он пошел в эту секцию, он решил все вопросы ребенка. Ребята, никого не обидел, и ребенок нормальный, так как только у такого папы может быть нормальный ребенок. Пусть этот папа даже не полностью разобрался в ситуации, неважно, но он подсознательно сделал все так, как должен был сделать нормальный человек, вот настоящий мужчина высокого интеллектуального уровня. И с его сыном впоследствии подружились все вот эти пацаны, в принципе, нормальные ребята, они испорченные. Просто они повелись вот на вот эту накрутку, о которой я говорил. Только и всего. И подобные случаи, казалось бы, мелочны. Но, как сказать, в определенном возрасте жизни, на определенном этапе, они формируют из обычных ребят, либо нормальных людей, вроде вот этого Димы, написавшего коммент папы вот этого мальчика, либо делают настоящие крутых мужиков, вроде тех, о которых мы говорили. Да только знаете, волков-то много. Да часто, это заканчивается просто и банально. И если вы хотите просто нормально жить, то ребята, просто оставайтесь людьми во всех ситуациях, а даже в тех случаях, если вдруг вам придется поступать неординарно, не забывайте, что вы человек. Кстати, у японцев есть такая старая притча. Ну, я не помню уже точно дословно, но примерно так. В старые времена люди ловили рыбу, и все ловили ее недалеко от берега. Рыбы было мало, и все вот люди ругались между собой за лучшие места, за лучший лов. Но один человек взял и поплыл далеко в море. Он увидел, что море большое, и рыбы там много, и он ловил ее сколько хотел. Те, кто последовали за ним, ловили свою рыбу. И всем хватало. Каждому хватало. А те, кто остались ловить ее там у берега, те продолжали ругаться за рыбные места, продолжали рвать кусок друг у друга и продолжали жить злые и голодные. То есть, ребята, можно жить в любом мире. Нужно показать, что вы сильный человек, так покажите это, но не забывайте, что вы все же человек. Ну, и напоследок знаете, я знаю многих достойных и уважаемых людей, которые в своей жизни ни разу не дрались. Ребята, ни разу. Жить они от этого хуже не стали, мужской гордости не потеряли, они выбрали себе такой путь. И тем не менее, они остаются уважаемыми и главное обеспеченными людьми. Я напоследок приведу такой пример. Вот это Влад. Сейчас он учится в училище. Староста группы. Он пришел учиться. Кто старше, я думаю, еще не забыли этих вот законов училища. Ну, а кто меньше, думаю, хорошо эти законы знают. И вот такая ситуация. Вся группа учиться не хочет. А он все же пришел учиться. Ну, может не вся группа, но остальные, кто тоже не против, просто скромно умалчивали. Потому что вот крутые ребята учиться не хотят. Ну, и обычные пацанящие там навороты. Ну, ты что, зубрить сюда пришел? Ну, и так далее. Влад долго молчал, потом все же допекли достали его. Подробности обсуждать не будем, но выглядел и это так. Ну, ты пошли драться! На что он спокойно ответил? В общем, допечете? Отвечу. Но драться не хочу, так как я сюда пришел учиться. То есть, вы понимаете ситуацию? Да, он пришел учиться, и ему нафиг не нужно начинать какие-то разборки, неизвестно зачем и неизвестно почему. Его хорошо научили родители. Я считаю, что именно так должен поступать настоящий мужчина. Ребята, вот из лада будет настоящий мужчина. Подобных ситуаций много, можно рассматривать их до бесконечности, но мы и так исчерпали все нормы времени. Вам интересно, чем это все закончилось? Да все нормально. Ребята, в принципе, все поняли. В принципе, они тоже нормальные ребята, просто повелись на вот эти стереотипы, которые не подействовали на Влада. Я все же со своими ребятами общаюсь со всеми. Вам кажется, мы отошли от темы, ребята. Не грамотно. Я уже много раз говорил, что все темы в этом направлении психологии, они все очень тесно переплетены между собой и очень тесно связаны. И часто одна тема служит естественным продолжением другой темы, естественным следствием ее. И это в свою очередь влияет на другие факторы, которые тоже в свою очередь оказывают какое-то влияние. Ребята, напоследок я вам скажу. Я когда-то был по молодости в одной из стран Востока. Один старый человек мне сказал, Бог один, а мы, люди, делим Его на кресты и полумесяцы. Ребята, ни одна религия в мире не учит жестокости. Ребята, ни одна религия в мире жестокие те, кто отошли от этой религии. В этом можно легко убедиться, почитав, скажем, мы читаем Библию, а мусульмане читают Коран. Жестокости там не учат. Ребята, кому интересно, как справиться со стрессом и психологическим напряжением, вот ссылка. Вот ссылка на другое видео, о котором я недавно упоминал. Так, ребята, мы и так слишком затянули видео, поэтому будем закругляться.